Министерством постоянно ведется работа по подготовке энергетических объектов к отопительным сезонам. Два раза в месяц проводятся отраслевые селекторные совещания, а также уже четыре раза селекторные совещания были проведены на уровне правительства. В целом подготовка состава оборудования энергопредприятий, необходимых для прохождения в отопительный сезон, завершена. Тепловые сети находятся на циркуляции в большинстве регионов, а в некоторых уже начат отопительный сезон. На начало октября завершены ремонтные работы на 8 энергоблоках, 41 котле, 18 турбинах. В разных стадиях работы ведутся на одном блоке, 17 котлах и 19 турбинах. В основном ремонтные работы ведутся в соответствии с графиками, однако по причине несвоевременного заключения договоров, поздней поставки запасных частей и выявленных дополнительных объемов работ, был произведен ряд переносов сроков ремонтов на энергоисточников, которые здесь указаны на слайде. В то же время по отдельным агрегатам и узлам, а именно по турбине на Рудинской ТЭЦ и по котлу на Павлодарской ТЭЦ-2 ремонтные работы вообще перенесены на следующий год. Поэтому считаем необходимым руководству энергоисточников впредь принимать надлежащие меры по планированию ремонтных компаний. На начало октября текущего года на топливных складах энергоисточников накоплено более 5 миллионов тонн угля, что на 37% больше уровня прошлого года. К сожалению, об этом нельзя сказать по накоплению мазота. Накоплено его на 10% ниже в сравнении с прошлым годом, что составляет 95,6 тысяч тонн. Вместе с тем, запасы угля ниже уровня прошлого года остаются на электростанциях, указанных на слайдах. Перечислять не буду, список есть у нас. В предстоящие максимум нагрузки в этом году составят 14 тысяч 100 мегаватт, что на 5% больше показателя прошедшей зимы. С учетом сохраняющейся вероятности отборов мощности энергосистем стран Центральной Азии ожидается напряжённый режим работы единой энергосистемы. В то же время прошедшие аварии в городе Усть-Каменогорске 19 сентября и в городе Алматы 24 сентября показали, что в отдельных энергоузлах имеется несбалансированность объёма поставки и потребления электрической энергии. А также то, что в Алма-Атинском МЭС Акционерном Общество КИГОК снижена оперативная и технологическая дисциплина. В этой связи КИГОКом разрабатывается специальный план по предупреждению нештатных ситуаций и проведению противоаварийных тренировок. Отдельно хотел бы остановиться на подготовке станции национальное значение к работе в предстоящий оттенний зимний период. На Экибастузской ГРЭС-1 из-за дополнительного объёма работ ремонт блока номер 4 будет завершён лишь к концу ноября. К сожалению, имеют место множественные отключения по энергоблоку номер 8, вышедшему из капитального ремонта в текущем году. На Экибастузской ГРЭС-2 из-за непроведения в полном объёме мероприятий по пруду охладителя, а также ложного срабатывания контроллеров АСУТП, смонтированных в текущем году, имели место отключения циркуляционных насосов и остановы энергетических блоков. На Аксуйской ГРЭС-1 АО ЕЭК необходимо принять дополнительные меры для работы при малом уровне воды в реке Иртыш. А также гидростанциям Иртышского Каскада необходимо придерживаться строгого режима водопопусков. Поэтому просили бы поручить Акимату Павлодарской и Восточно-Казахстанской облащей, а также Комитету водных ресурсов Министерства сельского хозяйства, совместно с руководством гидростанции Иртышского Каскада и Аксуйской ГРЭС, разработать специальный план по надежной работе этих станций и строгому соблюдению водного режима Иртышского Каскада. На основании выездных проверок с участием инспекторов администрации президента, а также совместно проведенного анализа тремя министерствами, это МИНТ, МЧС и АДС, определены регионы с высоким риском прохождения отопительного сезона. Это город Кентал Южно-Казахстанской области. Тепловые сети города Семей, подчеркиваю, только тепловые сети города Семей. По Караганинской области это город Семиртау, ГРЭС-1, Казалардинская область, собственно, теплоснабжение города Казаларды по низким поставкам топлива, Кустанайская область, город Аркалык, Аркалыцкая ТЭК, Алматинский МЭС, АО, КИГОК, это перегруженная подстанция Алматы-500, и по Алматинской области город Тикели в части тепловых сетей. Безусловно, все местные исполнительные органы сами прекрасно понимают и осведлены о своих узких местах, и поэтому просим АКИМАТа обращать на них особое внимание. А АКИМАТам озвученных регионов просим в срок до 15 октября представить в правительстве план мероприятий по организации устойчивого прохождения осенне-зимнего провода. В заключение хочу напомнить, что Комитетом государства энергетического надзора и контроля приступил к выдаче паспортов готовности энергопредприятий к работе в ОЗП. Как вам известно, в этом году работа в данном направлении будет ужесточена. На начало октября документы поступили на рассмотрение только от 20 предприятий, и по отдельным предприятиям, с учетом имеющих замечаний, материалы уже возвращены. Это Севказ Энерго, Алмата Теплокоммун Энерго, Жаната Су. Мы обращаем внимание АКИМАТов и руководства энергоисточников, что процедура приема документов будет осуществляться только до 15 октября, поэтому просят своевременно приступить к получению паспортов готовности. В целом, в заключении хочу отметить, что подготовка и стабильность...